крест крест вообще это другой действительно входим на территорию вам туда вам не надо нам не надо все моя группа готова идемте Продолжение следует... 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 Нашли? Видно? Потолочек по другому чуть бликует. Это история церковная. По Моисеи поймали при великому женщине. Сказали, что поймали ее вместе при преступлении. Вина? Прилюбодеяль. Нет, не брачная связь. По закону Моисеи, таких женщин нужно казнить, и запитывать камнями в доску отъехать. Что ты скажешь, если уж такое нужно сделать? А он ответил, Лавич. Кто же из вас без греха? Пусть первый, но с нее камень. И как вы думаете? Никто не обвиняет. Каждый был учен своей совестью, все разошлись, а эта женщина стала жива, а он ее спросил. Ну и где же твои обвинители? Никто не обвиняет. Я не обвиняю. Иди и больше не греши. И кстати, к этой истории, помните, как Христос сказал, что женщине уже прелюбодействует сердце своем. То бишь, неважный человек физически совершил грех, если совершил то, что в сердце, то по сути сам человек и есть. Ведь отсюда все дела идут. И говорит, в том, да и обстоятельства. Ну и наша главная история. Не устали? Нет. Смотрите, левый вход в алтарь, и над проходом Иисус моет моему ученикам. Там стазик для патрицона. Как-то раз они пришли с дороги, конечно же, ходили в сандалиях, ноги грязные, нужно помыть. И вдруг, ребяточки, вы только задумайтесь, представьте, сам Господь, Творец неба и земли, опускается на колени перед человеками и начинает умывать ножки своим ученикам, каждому поучили, вместо них. Они опешили, один ножный сопротивлялся, говорит, слушай, учитель, это мы должны тебе умывать ноги. А если, говорит, подожди, сейчас не понимаешь, что я делаю, что-то попозже поймешь. И он действительно двойнулся ноги, аккуратно, с любовью, каждому вытер, потом сел и сказал, вы называете меня учителем Господа. И правильно делаете я точно то. И так же, если я очень при расходе пустился на колени перед вами и служил вам, то вы тоже должны делать друг другу. Я показал вам пример. Видите друг друга, как я возле был вас, так и вы любите друг друга. Помните? Весь любит ближнего, как самого себя. Даже не сам вас стесняется, перед каждым из нас встать на коленку и встать. Вот в таком году мы веримся. Завершаем. Балкончик справа налево по периметру здания, излечена вся остальная крошечная ухода расстать и креста. И наша последняя история вот так. Три креста, три человека посередине Христоса. Дело в том, что когда креста распяли, по праву по левую руку, от него распяли еще двух разбойник. И сели несколько часов, медленно, истекали кровью. Но один из разбойников, вот представьте себе, умирая, решил еще посмеяться над крестом. Говорит ему, если ты такой Господь, Сын Божий, так иди свое чудо, чего ждешь? Спасись, иди с креста. Что, не можешь? Второй заступается и говорит, ну помолчи, мы виноваты, мы здесь за дело. Иисус праведник ничего плохого не сделал. И вдруг Господь поворачивается ко второму, успокаивает, говорит, ныне же будешь со мною в раю. Простил, неважно, сколько грехов у человека, он все их знает. Все второму простил сердце, увидел, человек искренне сожалеет, умеет признать свои ошибки. То бишь, он из черного не делает белое. Как видите, все, что Бог от каждого из нас ждет, просто покаяние. Все наши слабости знает, и даже наказание за наши дела взял на себя на кресте только ради того, чтобы спасти как можно больше людей. Ведь он же всех любит. Все, уродный мэй, ветхий новый зовет за 10 минут. Сам простая книга.